Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Я ему позвонила, мы постоянно долго разговаривали по вечерам, часами в течение недели. Я хотела позвонить, чтобы его бросить, не хватало сил. Он беседовал со мной, как будто ничего не произошло, спросил меня, сделала ли я новую прическу. Я сказала, что это не так интересно, ведь он не бежит, не звонит, не назначает свидания. Я сказала, что лучше с ним прекратить общение. Он сказал, что не хочет прекращать, что надо подождать пару месяцев, всё наладится, но если для меня так будет лучше, то мы можем прекратить. Потом я наговорила кучу гадостей и сказала, что ему надо сминистричку и ходить в спортзал. Он заблокировал меня после этого, а потом я позвонил ему ещё раз, он ответил, я извинилась, на этом всё. Мне очень плохо, что мне делать, как с этим справиться, это же всё ненормально. Вопрос задаёт человек с именем Вика, Виктория и, пожалуй, первый вопрос, который хочется задать, это вопрос, собственно, почему не Виктория, почему Вика? То есть, как будто бы вы себя как-то, вы знаете, не то искусственно упрощаете, вот, не то вы себя как-то принижаете, не то чувствуете себя ребёнком, вот. То есть, как бы, как вы вообще относитесь к своему именю в данном случае, это очень важно. Следующее, если говорить непосредственно про контекст вашего вопроса и того, что вы говорите, что это вот ненормально, то, что вы описали, да? То мне бы, конечно, в первую очередь, наверное, хотелось бы спросить вас о том, что именно вы в данном, ну, в данной ситуации, в данном случае считаете ненормальным, вот. А, ну, конкретно, да, что именно вы считаете ненормальным? Для себя. Потому что вы, ведь, как мне показалось, достаточно вырвано из контекста, написали свой вопрос. Мы, не знаю, не предыстории, не, как бы, начало этого. И, в общем и целом, мы не знаем, собственно, то, что происходит сейчас, на данный момент. Хотя это, на мой взгляд, не знаю, важно. Значит, на какие аспекты я мог бы обратить внимание? Ну, вот, ваше внимание, да, в первую очередь. Я бы обратил ваше внимание на следующее. Во-первых, она, как мне кажется, то, что вы от мужчины чего-то ждёте. По факту получается так, что вы ждёте от него чего-то чуть ли не на постоянную основу. То есть у вас есть от него, скажем так, определённые ожидания. У вас есть к нему определённые ожидания. Вот, то есть вы, ну, ходите от него чего-то. И вы постоянно по ходу вашего рассказа, вот, значит, сталкиваетесь. Как мне кажется, с тем, что как-то вот ваше ожидание, то, чего вы ждёте, то, чего вы хотите, вот, не оправдывает. То есть всё время вы как-то вот напекаетесь, да, всё время как-то вот вы сталкиваетесь с тем, что реальность не соответствует тому, чего вы от него ждёте. Вот. К сожалению. Вот. Как бы, да? То есть вам вот чего-то хочется, вот, а вы чего-то ждёте, а, как бы, вот, ну, не совсем получается мягко говоря, вот, и, как бы, ну, получается вообще, там, другому. В данном случае. В данном случае. А, соответственно, кто на что бы я обратил ваше внимание? В первую очередь, это на реалистичность ваших ожиданий. Потому что, если ожидания нереалистичны, вот, то вам, конечно, будет весьма-весьма тяжело. Это первое. Второе. Это то, что, эм, отчаянно, как мне кажется, вы пытаетесь от человека что-то получить. Внимание, любви, может быть, нежности, работы. То есть, эм, такое ощущение, что без этого, без внимания, э, любви, работы, вы себя как будто бы не видите. То есть, мужчина имеет такую возможность, к сожалению, влиять на вашу, ну, на вашу ценность, может быть, на ваше ощущение себя, да, на ваше, ну, чувство себя. То есть, он может влиять на то, как вы, э, ну, допустим, э, к себе относитесь, к примеру. Вам совет. И, соответственно, факт того, что человек, к примеру, позвал вас на свидание, например, или факт того, что человек пригласил вас на то же свидание или позвонил вам, определяет вашу ценность. И, конечно же, в данном случае этот аспект для вас представляет все более определяющим, потому что через мужчину вы пытаетесь почувствовать, ощутить, если угодно, себя, ну, может быть полноценным, хотя это, конечно, вопрос скорее такой, а больше предположений. Вот. Следующий момент вы не искренне, как мне. Показалось самим собой. Вот, то есть вы сдерживаете себя, что в итоге выливает вы, вот, не очень хорошее, может быть, поведение. То есть когда вы говорите гадости, за которые потом извиняются. вот, это, конечно, на мой взгляд, довольно грустно. Вот. Потому что вы, надеюсь, надеетесь себя сдержать ее, может быть, сохранить лицо. Вот. Но, по факту, у вас ничего не получалось. Вот. Это, к сожалению, нормально. Нормально. То есть, к сожалению, это нормальная история. Вот. К сожалению, когда, вот, ну, возникают такие аспекты, вот, что порой у человека не остается в выборах, кроме как, спилить, и только через, через, ну, через пищевость, через, 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 вот, в данном случае можно как-то, вот, рассчитывать на то, что получится сохранить, вот, в себя, вот, в свою энергию, в свои силы, в свою целостность. Вот. Поэтому в данном случае здесь вы поступаете, может быть, и не лучшим образом, но из-за того, что вы с собой не искренне, вы, для вас это единственный способ, ну, сохранить какое-то, какое-то здоровье свое. Вот. Вот. К сожалению. Понимаете, не? Какая штука. Вопрос, как мне кажется, куда более важный, выключается в том, почему вы к себе не искренне. Вопрос, который, мне кажется, более важный, заключается в том, с чем может быть связано то, что вы себя обесцениваете. Ведь то, что вы делаете, вы себя, к сожалению, как раз таки обесцениваете. И это происходит, как мне кажется, в том числе и через ваше имя. То есть, посредством своего имени и отношения к нему как к одному из аспектов, скажем так. Вы себя вот в данном случае обесцениваете и обесцениваете. Я знаю, вот. Да, это та посьмая сила, к сожалению. Вот. Поэтому вам необходимо в первую очередь разобраться в тем. Чего вы хотите по необходимым рассмотреть то, что вам нужно, а вот в целом чего вам хочется конкретно от мужчины. Вот. Понимаете, да? Вот что вам конкретно нужно от мужчины. И где в этом, собственно говоря, где в этом вы? Вот. Я бы, вот, обратил ваше внимание на данный аспект. Да? Вот. Не менее важно мне представляется то, что такое чувство у меня возникло, что все время вы ходите вокруг да около. То есть как будто бы вот все время вам что-то хочется сказать, да? Такое ощущение, что вам все время хочется что-то выразить. Вот. А вы! Такое ощущение, что... Вот. Знаете, как... Эм... Все время это обходится. В общем. Я бы вот как-то на это бы обратил ваше внимание. Вот. Ну, опять же, да, потому что, мне кажется, это важно. 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 Мне это кажется. Вот. Важно для вас и важно для вот в целом ситуации. Вот. Дальше. Вы пишите. А мне плохо. И вас можно понять, что вам плохо. Но давайте вот знаете как. Давайте постараемся, ну, подумать, вам плохо от чего. Что конкретно? Надеюсь. Наша Ну, так ну, Katrina А как Да... Такскаш имذ sensы, а? С vieсь. Кidadeatura, кого, ну, ну вот. С в домом Вот это ощущение того, что вам плохо. Вам плохо от всего, да? Потому что не сложно увидеть, что довольно поверхность Вы, так скажем, описываете свою ситуацию. Довольно поверхностно Вы рассказываете нам свою ситуацию. Хотелось бы несколько больше, что ли, информации. Вот. Хотелось бы больше и, может быть, лучше Вас узнать и понять. Сейчас такой возможности мы не имеем. Но я думаю, что если Вы поделитесь, допустим, тем, что Вас беспокоит и волнует конкретно, мы могли бы Вам помочь. Вот. То есть Вы описываете, ну, в какой-то степени, может быть, похоже на любовную зависимость. Вот. Или на... Свою зависимость. Вот. Поэтому, если так, то работать нужно именно с этим, с любовной зависимостью. Или с элементом любовной зависимостью. Вот. Которые, конечно же, на ровном месте, ну, не возникают. Как Вы, ну, сами наверняка понимаете. Вот. Поэтому, вопрос, что делать, чтобы что, как с этим справиться, с чем, с чем Вы хотите справиться. Вот. И, соответственно, дальше уже можно будет говорить о том, как можно Вам помочь. Вот. Потому что, ну, пока что, я бы сказал, что максимально в общих чертах, как бы, Ваша история Вам не описывается. Вот. Максимально в общих чертах. Хотелось бы, конечно, больше информации, больше конкретики, но вполне вероятно, что находитесь Вы сейчас несколько не в том, может быть, состоянии, да. То есть Вам, может быть, сейчас очень-очень тяжело. Вот. То есть я, конечно, я не знаю, как, как обстоят дела, но думаю, что Вам очень-очень тяжело. Вот. Тяжело и, может быть, больно. Только, ээээ, пока, повторюсь, не один контекст Ваших отношений. Вот. А, мужчина. 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 Мой скромный, скромный взгляд, по моему скромному мнению, может, вполне, вполне себе легко чувствовать, вот, что Вы от него зависите, вот, может, чувствовать, что, ээээ, что в нем Вы нуждаетесь, и, соответственно, может, вести себя с Вами. Вот. Таким образом, как бы, прекрасно понимаешь, что, как бы, ну, а, куда Вы от него, как бы, дейнете статус, как бы, ну, вот, скорее всего, что никуда Вы, там, условно говоря, от него не уйдете, вот, никуда Вы, ну, не отстранитесь, как бы, вот, то есть Вы, там, Вы могли бы, конечно, это сделать, ээээ, но, если бы, если бы могли сделать, то, эээ, наверняка, там, по его мнению, по его, по его мнению сделали бы уже давно, ээээ, как бы, ну, скорее всего, я уверен, что, никуда Вы от него, от него не денетесь, вот, к сожалению, повторюсь. Вот, это очень, на мой взгляд, эээ, грустная история, когда человек вот так думает, и, когда человек вот так считает, и, в целом, так относится, это, это, конечно, очень печально. Ну, я думаю, что Вы, эээ, в какой-то степени сами, эээ, когда, эээ, ну, больше внимания, уделяли, эээ, именно, эээ, своим ожиданиям от него, а не, эээ, реальному, ээээ, положению вещей, вот, Вы сами его, скорее всего, к этому приучили. Ну, 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 в смысле, вот, к такой, вот, модели нехорошей, впереди, вот. Теперь, эээ, просто знает верить, что, никуда Вы от него не денетесь, не денетесь, вот. Так что, здесь, ситуация, конечно, непроста, вот. Ну, решаемая, если, эээ, допустим, поработать с Вашей самооценкой, вот. То есть, ну, можно поработать с Вашей самооценкой и всё, в принципе, будет неплохо. Вот такой ответ Виктория. Надеюсь, что Вам это было полезно и интересно, вот. Я бы ещё поинтересовался, как в целом Вы относитесь к своей жизни вообще. Потому что, есть у меня такое подозрение, что, сейчас мужчина, эээ, чуть ли, чуть ли не, эээ, самое главное в Вашей жизни, вот. А, если Вы не интересны сами себе, то, ну, сложно выстраивать, эээ, ну, адекватные отношения, к сожалению. Вот, поэтому я бы ещё смотрел бы в сторону, эээ, ну, в сторону наполнения, эээ, Вашей жизни, вот. Буду благодарен Вам за, эээ, обратную связь. По моему ответу это позволит Вам, эээ, начать работу над, эээ, собой, если Вы в этом заинтересованы. Эээ, желаю Вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...